Есть какой-то сейчас шанс на мир? Или кажется, что все идет по очень страшному пути и, в общем, ужас без конца, даже не ужасный конец, а ужас без конца ожидает сейчас страну и в военном смысле в первую очередь? Ну вот смотрите, опять-таки, опять мы, я захожу еще. В военном смысле вот здесь, Александр, давайте немножко уделим этому внимание, да? Мы как-то вообще про войну ничего не говорим. Так в этом-то и парадокс. Сейчас о чем угодно. Ну а война же на первом месте должна быть. Я сейчас говорю о войне не как о субстанции всепоглощающей, потому что война – это тоже жизнь. Это и политика, и экономика, и процессы, и война – это все. Я сейчас говорю о войне, о боевых действиях, то есть о той части войны, которая касается непосредственного боестолкновения с врагом на линии разженничения, в тылах и так далее. Те же противостояния в ПВО, наше и так далее. Слава Богу, что вот как немножко я Бога молю, чтобы стабилизировался фронт. Ну, когда-то в Харьков наступление, в Харьковской области, конечно, было не то, что боязно, но с тревогой на это смотрел. Слава Богу, более-менее успокоилось. Конечно, ресурсов было немало потрачено на это, да, но с точки зрения политической, я не хочу давать оценки именно боевым действиям, как они происходят. Но как это влияет на политику, я хотел сказать, обратить на это внимание. Что в переговорной позиции усиливает позицию большая ситуация на фронте, по моему мнению субъективному, чем ультиматумы, даже если они будут подписаны 106 странами мира. Вот мне кажется, что не повлияют ультиматумы на позицию переговорную, если здесь у тебя не все так хладко и все так хорошо. Я бы все таки уделил больше внимания от линии фронта и именно стабилизации. Я бы не гнал никуда на бой там и как залуженный тот же ушел. Он же ушел, потому что не хотел гнать людей на бой. Это первая причина, чтобы вы поняли, почему залуженный ушел. А я бы занял позиционную оборону. Смотрите, Сырский тоже на очереди. Не факт. Пожалуйста, давайте без этой сумасшедшей безуглой. Не безуглая все решала. Не в этом была суть спора с залуженным президентом. Не в ней точно, но не она. Это просто уже, знаете, когда находишься постоянно в стрессе, мы ищем какие-нибудь методы, способы развеселить себя, даже если они о плохом. Поэтому нет, нет никакой угрозы увольнения Сырскому. Поверь мне, нет ни капельки даже, даже намеков нет. А кто будет, извините, Главковым? У Данов вряд ли. Кто тогда будет разведкой заниматься? Это разная специфика. У них специализации разные. Это, знаете, как поменять. Все врачи, да, только есть хирург, врач, да, а есть терапевт, а есть стоматолог. Ну, давайте стоматологом сделаем хирург. Ну, нужны все, правильно, все специализации врачей нужны. Так и здесь. Или будет у Меров, извините меня, Лавковым после Сырского. Поэтому такие шутки, Марьяна без угла. Я вообще не знаю, как наша власть позволяет Марьяне вот так себя вести, просто таки делать. И так, ну там, 11 миллионов граждан, ей говорит Юлия, не помню фамилия, из голоса. Это же наши люди, вы хотите, чтобы они как бы ушли из гражданства. А она ошованы нашей? Ну, это психиатру. Это только вот, ну, на дурку. То есть это либо полная какая-то человека ненавистная дама, которая ненавидит просто людей, потому что они не так, как она думает, только из-за этого. Такой людоед Люцифер в юбке сумасшедшей, попавшей случайно в Верховную Раду. Да? Либо она действительно, ну, вот шизофреничка. Но другого ответа нет. Поэтому давайте лучше вот про серьезное. Так вот, я считаю, что усиление переворной позиции – это способность обустроить таким образом защиту, не пробивную в Украине, с военной точки зрения. И позиционная оборона, мощная позиционная оборона. Это лучше придумать нельзя. Потому что всякие эти наступления, ну, это же потери, это же ресурсы. Если мы все равно понимаем, что мы все равно придем к тому, уже все об этом говорят. Ну, все, но я не знаю. Но, знаете, наверное, осталось только Байдена сказать. Суннаку, к примеру, Британии, и кому там, и Макрону. Вот когда они троем скажут, да, наверное, тогда уже никто спорить не будет, не назовет меня никто русским псом и так дальше. Но так кроме этих трех, говорят об этом весь мир говорит. И все наши партнеры говорят, все. Ну, и даже сам президент Зеленский говорит. Он же говорит, что, ну, да, все равно закончится все. Так, ну, нам надо вот саммит мира провести. Дай бог, я только, я всегда говорю, думаете так правильно, попробуйте, покажите. Хотя я считаю, что это риск. Может быть, обратная реакция. Может быть, наоборот, ухудшение. После саммита мира. Да, я правильно говорю. Ну, если не приедут ключевые игроки туда. Ну, Макрон, наверное, приедет, будет там лидирующим. Ну, а я не представляю себе, даже Макрон не будет. Ну, я думаю, что приедет Макрон. Ну, Байден не будет, да. Индия там кого-то посылает. Там Китай точно не будет. Пакистан не приезжает. Австралия послала какого-то министра по инвалидам. Вообще, честно говоря, звучит опасно. Да, такое в СМИ. На нами просто начинают смеяться, как у нас страна уже просто. Да, так вот, к чему я про боевые действия? Боевые действия всегда влияют на политику. И на переговорный процесс. То есть, с точки зрения не просто процесса переговорного, а вообще на политику. Потому что россияне поняли, что военным способом они Украину не победят. Не захлопать это нет. Ну, невозможно это. Нет у них никаких ресурсов, чтобы все удерживать. Если всех удерживать. Все равно это обречено на провал. Поэтому они поменяли стратегию. Не тактику, а стратегию. И они, скажем так, свое... Это называется инициатива, с точки зрения такой политической дипломатики. То есть, у россиян инициатива. А простыми словами, они в наступательной позиции, а мы в оборонительной. Так вот, они используют для того, чтобы играть на политическом поле. И они пока нас обыгрывают. Именно на политическом поле. И тут вопрос к политикам, а не к военным. Ловят наши граждан на улице ТЦКшники. У меня сын военный, он приходит, говорит, по городу вообще не хочется в форме ходить. Ну, как бы, по гражданке. А почему? Ну, потому что на военный смотрят, через письмо ТЦКшников уже. Понимаете? Ну, вот, как-то так. Поэтому, как там на фронте, я не буду говорить вообще. Спрашивайте напрямую людей оттуда. Как они об этом думают, так они надо смотрят. Но я думаю, что где-то приблизительно плюс-минус у нас мысли совпадают. Зачем это все делать? Омбудсмен выступает и говорит, что это незаконно, что никто таких помощь не дал. Но при этом никто не пресекает. Такое сложилось мнение, что кому-то это выгодно. Знаете, с точки зрения какой, Александра? С точки зрения снижения электоральной популярности у людей военнослужащих, думающих о будущих каких-либо выборах. А мы же помним, да, еще год назад я говорю, все, следующий парламент, следующий президент, только войсковые. Потому что они надели, доказали, что они патриоты своей страны. Все остальные воры там, хотя средство общества, он же и в армии одинаковый. Не надо идеализировать, что вот в армии там самое краще, а тут не краще. Ну, нельзя. Это тоже общество, наша часть. Сегодня они военные, тогда были гражданскими такими. Вчера они были гражданскими. Я сам военный, и большим опытом не нужно идеализировать. Мы все люди, мы все одинаковые в каком-то смысле. Да, мы разные, но если брать как в общество, как субстанция такая массовая, мы все примерно плюс-минус в одном цивилизационном пространстве одинаково смотрим на вещи. Да. Экономическое бронирование, ну, идея законного откупа от армии добавляет решений или проблем? Проблем. Проблем, потому что это сразу вопрос неравного отношения государства к своим гражданам. Конституции у нас все равны перед законом и не может быть никаких привилегий и тлений по признаку социальному, религиозному и национальному. Помните? Так вот, когда говорят, что ты заплатил налогов больше, ну, там, зарплату места, подохода налога, и можешь получить броню, то это деление по социальному статусу. Социальному, потому что уровень оплаты человека, уровень его возможности получения доходов, это социальные статусы. Кто-то бедный, кто-то богатый, кто-то средний класс, и Конституция это запрещает. Поэтому я не знаю вообще. Ну, хорошо, это на то, что у нас такая инициатива законодательная, она, по-моему, еще долго-долго там рассматривает, что-то они там, только я не понимаю, что они изучают, столько времени, 20 тысяч, 15 тысяч, 10 тысяч, тут математика легче у Михаила Чапыга спросить, он, наверное, ответит за 3 секунды. Они уже месяцев 5 точно думают об этом. Но я и не понимаю, что там, чего там нового можно найти. Думают, как Конституцию обмануть, как очередной какой-то закон вставить обход Конституции. Ну, пусть вставляют. Знаете, я вам скажу, если даст бог, что у меня будет возможность влиять на политику в следующем электоральном цикле, ну, я иду, после следующих выборов. Первое, что нужно будет сделать, помнить Андрея Богдана и заплатить тутбор-режим. И одним постановлением, ну, я утрирую, конечно, с точки зрения процесса сейчас меня будет опековать, как юриста, это невозможно, но я так образно говорю. Одним постановлением в первое состояние на Верховном Раде отменить все законодательные акты, которые были приняты с 19-го подвольщи, потому что я думаю, что там 99% всех этих законов не соответствует Конституции Украины. Разве такую законодательную иллюстрацию, просто отменить все нафиг. Потому что, ну, если мы приняли классные законы, как говорили, ну, их только называли классными, почему же мы так плохо стали жить? Да? Нам же важен результат, или нам шашечки? Не, если нам красивые шашечки, то пусть будет. Там у нас Европейский Союз впереди, там у нас НАТО, у нас там все защитят. Делать ничего не надо будет, работать надо, ну, короче, коммунисты. Кстати, вот по поводу коммунизма, да, на меня многие там обижаются, что я сравниваю большевиков, коммунистов, ну, это ранние коммунисты, 20-30-х годов со слугами народа. А в чем разница? Ну, коммунисты говорили, что при коммунизме все равны, работать особо, напрягаться не нужно. Нужно тебе сколько? Пошел, сколько тебе нужно для жизни? Столько я взял бесплатно, денег не будет. Ну, помните определение, откуда жался социализм? Это потрясающе. У нас близится коммунизм, денег, скоро не будет ни у кого. Это точно, да. Так вот, слуги народа стали большевиками, они говорят, ну, и голос, это большевистская, это лево-либеральные партии, они стали большевистскими. В каком смысле? Пусть на меня Балашот тут не обижается, это не его лепетарианство, там, экономическое. А это чистые леваки, которые говорят так, вот будет Европейский союз, будет НАТО, все, все проблемы решат. За нас они все решат. Работать не нужно будет, счастье будет сразу, все будут получать зарплаты, как в Европе, получат все квартиры, как в Европе. Ну, в общем, просто население останется, как в Голландии. Может, еще меньше, я не знаю, это уже никого не волнует, понимаете? Ничем для меня они, от лозунгов большевистских, причем абсолютно нереальных, которые не соответствуют самой сути человечества, где есть конкуренция, где есть сильные, слабые, есть богатые, бедные, есть умные, не очень умные, понимаете? Слои общества, они были и будут. Это вот такова природа человека. Человек изначально эгоистичен и ищет именно для себя, любимого, это место под солнцем. А большевизм или лидеральная идеология слух народа, она все это размывает. Она обещает то, чего никогда не будет. Большевики нам обещали то, чего никого в природе быть не могло. Эти обещают то же самое. Нас никогда не будет НАТО, не будет европейскосовывать. Но мы же, это же не я говорю. Это говорит Байден, Шольц, Макрон, Анджей Дуда говорит, кто там еще у них, Дональд Туск, премьер Польши говорит. Об этом говорят фермера, об этом говорят люди в Европейском Союзе. Наши слуги катаются в Европу, часто в Америку, но они же правда не говорят, что им европейцы говорят. У нас на сносях, как говорится, выборы, вот сегодня 4 июня, выборы в Европейский парламент. Давайте посмотрим, чем они закончатся и какие будут изменения, когда туда придут больше правых, особенно правоконсерваторов. Кстати, Александр, вы должны заметить, знаете, что самое важное, что наши зрители, наверное, упустили, когда я говорю, лево-либералы и правы, те, кто были раньше правыми, стали левыми. Те были левыми, стали правыми. Я не знаю, как такая трансформация произошла быстро. Даже если рассмотреть республиканцев и демократов, да, демократы, они как бы, а это же за свободу, но они как бы должны быть правыми, по сути, потому что это больше свободы, меньше сручения государства, а республиканцы были такими левыми всегда, больше государств, они как поменялись. Посмотрите, демократы стали всегда левыми, а республиканцы правы. Потому что, знаете, что является главным триггером, почему так изменения прошли, когда крылья поменялись? Консерватизм. То есть, когда началась глобализация и прогрессивная политика, ЛГБТ, семья ничто, дети не нужны, свобода, я хочу, живут, дети не обязательно размножаться. Но я так всегда говорю, так, ну, пусть в Европе и проводят ее, или в Америке, или где-то еще там, или в России, или в Китае. Я хочу, чтобы украинцы размножались. Знаете, вот при президенте Шевченко нельзя будет пропагандировать Чаук Фрейд, потому что, я считаю, это антигосударственная политика, разрушительная, ее нужно запретить. Это неправильно. Свобода свободой, но когда касается, извините, выживания народа, нас так уже сократилось половину. Это точно не про меня. Я вон читаю своего пращура Тараса Шевченко, каждый день читаю, как говорят, много нового открываю, кстати. Советую многим. Ну, смотрите, ну, тут тоже такой момент, да, звучит опять-таки красиво, а если по сути, ну, нищету плодить, солдат на войну плодить, ну, как бы, молодец, молодые люди, подождите, молодые люди, они, ну, как сталкиваются с этим, ну, вот, если раньше какая была проблема, почему не рожали, до войны имеется в виду, до масштабного вторжения, агрессии Российской Федерации, считалось, почему, потому что проблема с жильем была у многих, там, украинцев, молодых, у большинства, не было жилья. не так, не так, не так, это узко, слишком, экономическое благополучие, экономический социальный статус очень сильно влияет на деторождение, плюс еще популяризация, вы не забывайте, что в определенные времена, ну, здесь вам социологи больше расскажут, вот, правда, ну, давайте так, а что у нас после войны, много было квартир, у людей жилья было много, посмотрите, рост населения в 50-60-х годах, даже в 80-х еще, и посмотрите, в 90-х, квартир меньше не стало, это проблема не, Александр, вы меня извините, что я раз переживал, но она не связана только с жильем, она более обширная, в том числе, и такая дилемма популяризации, когда в какой-то период жизни нации, народа, государства, общества преобладают традиционные ценности, или вот эти вот хиппи, ну, то есть хиппи, это кайф, живи пока, тацуй пока молодой, понимаете, а потом раз, старо, и у детей уже нет, а уже и ладно, ну, когда тебе это в голову убивает постоянно, что это нормально, то я считаю, это ненормально, поэтому, да, экономика, экономика, но есть еще и такие вещи, и поэтому, здесь можно долго спорить, и вы тоже правы, что, когда говорите, так как же рожать, когда денег нету, голодьбу там, ну, то есть это, это речь идет о людях, которые ответственны, да, за рождение детей, они хотят их как бы, я вас понимаю, абсолютно, но здесь нужно включаться комплекс, не просто, я сказал, запрутить child free пропаганду, а где подход прагматичный экономический, ну, где, ну, просто надеяться, что нам Евросоюз и НАТО все даст, но это такое, это коммунизм, это как, будем жить при коммунизме, но я это воспринимаю как коммунизм, который никогда не наступит, поэтому что, опускаемся на землю, начинаем любить, размножаться, начинаем проявлять терпение друг к другу, проявлять толерантность запада к востоку, восток к западу, разным культурам, к разным языкам, разной ментальности, терпение нам нужно, мы начинаем потихоньку трудиться, надеяться на себя, больше делать свобод внутри экономической стороны и больше роли государства во внешних рынках, как в Соединенных Штатах и в Китае, кстати, мне нравятся их экономические модели, они внутри делают больше свобод, зато на внешних рынках они очень агрессивно себя ведут, а у нас все наоборот, нас внутри пояса затягивают, делают полицейское государство, загоняют бизнес, а на внешних рынках мы вообще никакие, открывают все нам, все позы ставят, делайте с нами, что хотите, вот эту продиму нужно перевернуть как пластиночку, то есть нам как бы говорят, наши партнеры Европейский Союз, Соединенные Штаты, как мы должны себя вести, только они себя ведут по-другому, вот я за то, чтобы мы делали это, как они у них, понимаете, там, в первую очередь США, встретите на их экономическую политику, ну классно же, особенно Трампу, встретите, какая у него политика, у нас у него такая, протекционист прямо аж вот так пререт от него, там, ну вы опять, понимаете, проблема протекционизма, а у нас выходит замминистра, или кто там, советник, или замминистра, вот это, и говорит, да пенсии не будет, копите на пенсию себе, при ее министерстве, ну вернее, как это сказать, при ее власти министром не будет, нужно делать, чтобы поскорее заканчивать войну, и чтобы их не было, надо менять кардинальный парадигм подхода к тому, что происходит у нас и вокруг нас, просто парадигму поменять, посмотреть другим взглядом надо все, ну по-другому, можем по-другому посмотреть, рожайте детей, чтобы зарабатывали тебе на пенсию, ну нормальная мотивация, рожайте детей, чтобы, ну это как вот сказать, что ТЦКшников сняли русских и псо, это то же самое, но можно что угодно говорить, но оно ж никто не поверит, но можно на заборе написать там определенные буквы, но это просто буквы и забор, забор от этого другой частью тела человека не станет, понимаете, я вам же так грубо намекаю, так же и здесь, люди сами понимают, когда им нужно размножаться, для этого нужно просто, чтобы государство, ну я государственник, знаете, я за большее влияние государства в роли нашей жизни, потому что мы и так докатились до такого уже, извините меня, ну мы до чего, посмотрите, до чего мы докатились, с мнимыми свободами, которые на самом деле нет, свободу нужно в другом месте, свободу нужно давать свободу слова, альтернативное мнение, свобода культуры, выражения, вот в этом, не лезть вообще в семью, не лезть в личное, пусть кто хочет так и делает, пусть кто хочет всем спит, но это ваша личная жизнь, и вы не должны ее выпячивать всем и навязывать ее другим, свобода заканчивается твоя там, где начинается свобода другого человека, в южпруденции есть такое толкование, что такое право и свобода человека, понимаете, она же не бесконечная, потому что если твоя свобода не заканчивается нигде, начинается что? Беспредел, потому что ты начинаешь другую свободу другого человека нарушать, выпячивая себя, и кстати, когда говорят, что парни с войны эмоциональные, потому что они там воевали, они нервные, не, это потому что до этой армии парни были просто там в селе работали, ну там, ну не очень были славы имели, а тут просто раз общество сделало так, что если ты уже форму надел, то тебе как бы, ну, привилегии особо есть, еще неизвестно, как кто где воевал, так, ну так, разное же есть, по-разному воюют люди, а уже вот зашкаливает у него, ну, как это выразится, преимущество его над другими гражданами, я тебе сказал, иди сюда, все, а где ты был, а где ты был, когда мы тут Баранеллы Харки, я слышал, они не больные, а какие? И мне понятно, психотип тех людей, они не больные, а у них просто чувство собственного достоинства выросло так, и вот есть такие люди, вот, когда с армии приходят, с тюрьмы, тоже, это, 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 собственно, многим слоям общества, они начинают чувствовать в себе какое-то преимущество над другими, что у них вот больше появилось прав, чем у других, это проявляется, это на уровне психологии, это не психотерапия, с ними все в порядке, просто, они понимают, чувствуют это время, но оно пройдет, и, кстати, они, именно такие люди, позорят и форму, и честь, и доблесть воинскую, именно, это же не значит, что все в армии, нет, я знаю, что многие военнослужащие тоже не очень довольны, и даже, мягко говоря, высказываются прямо линейно о том, что они делают, таких, ну вот, смотрите, есть, но они, ложка дегтя, а бочку меда портят, знаете, хорошо, но вот есть заявление, смотрите, вот мы тут критиковали Центр противодействия дезинформации, они вот выкатили прямо предупреждение, разослали по всем пабликам, говорят, смотрите, пропагандисты выдают мнение, частное мнение одного солдата за государственную политику, это когда вот этот Ахиллес говорит, что нужно с 18 лет и мальчикам и девочкам становиться военнообязанными, с 23 отправляться на фронт, ну, это его прямые слова, это его такие убеждения, это все подхватили, высказано это было на ресурсе армия ТВ, ну, это официальный, как бы, государственный ресурс, военный, нам же как, по-нашему там, да, армия, жесткая, вертикальная, организованная структура, соответственно, если выходит именно этот человек высказывать свои мысли и говорить, то это где-то тоже на канале армия, это вот армия так думает, и все начали обсуждать, нет, это оказывается враги, Евгений Шевченко, за то, чтобы женщин мобилизовать? Категорически против, женщин нужны детей рожать, воспитывать, обеспечивать тыл, потому что женщины всегда были тылом, я категорически против мобилизации женщин, те, кто хотят, ну, то есть, у них там такие, как это правильно сказать, набор ген у них такой, что они себе чувствуют, кто-то больше мужского, ну, в каждом таки есть, говорится, и с игре хромосом, то есть, мужское и женское начало, у кого-то привилирует там, больше мужского, а у кого-то вот жену, вот есть такие женщины, они хотят вот идти на фронт, воевать, пожалуйста, без проблем, но делать это обязательно для всех, думаю, что если кто-то это вот, проводит в действии, еще до вступления силы закону, у нас все наши женщины и остальные, которые здесь, все уедут, ну, большинство уедет, за рубеж, вот мы, мы этим просто занимаем, поэтому даже разговоры эти, ну, это бред, можно говорить, что угодно, нужно работать там, смотрите, я могу дать ответ, не знаю, кто заявлял из военных, нам нужно обратить внимание на политическое поле боя, на политика дипломатическая, у нас там проблемы, у нас на фронте более-менее, я же еще говорю, слава богу, держим пока богу, да, есть потери, да, тяжело, но держим, и спасибо нашим военным, что они у нас такие, вопреки всему этому, а по поводу демократии и стандартов армейских, у нас по управлению армия осталась все равно как советская, но некоторые принципы натовские, демократические, к нам пришли, и так вот это проявление, это принципы, когда кто-то из военных случаях сказал, а потом руководство там, политическое руководство, я так понимаю, оттуда идет, не с военного руководства, ну, обратная связь, а с политического, говорят, это его личное мнение, они не выражают, у нас же по каждому выражение, это, кстати, началось с меня, я помню, когда я начал первый там давать какие-то интервью, сугубо, опираясь на собственное мнение, личное, а закон о статусе народного депутата мне это позволяет, он действует до сих пор, никто не отменял, более того, на закон о статусе народного депутата военное положение не распространяется, не ограничивает ни в чем, но народного депутата военное положение в его пробах не ограничивает ни в чем, просто понимали, так вот, когда я начал говорить что-то там, то мне не нравится, то давайте примиряться, давайте искать пути, давайте, я не хотел просто, чтобы была война украины, я реально не хотел, и делал все, чтобы максимально, но когда я понял, что это бесполезно, я ушел из слух, то и все, ну, сделал так, чтобы мне ушли, я искусственно это сделал, на самом деле, все это знают прекрасно, арахамия в этом сто раз говорю, когда подходил, давай будем, отмечать, пожалуйста, а потом я ходил сам подпись и собирался, я сам сходил, собираюсь, ну, это уже история, так, по поводу, пустил мысль, по поводу того, что, это, 18 мальчики, девочки, женщины, 23, это этому военному, этому парню, что, нам все-таки, надо смотреть на результаты, заявлений, ИПСО, не ИПСО, какой результат, пока я вижу один, все больше и больше людей не видят никакого выхода, не понимают, что делать дальше, я прихожу в Верховную Раду, сегодня был в парламенте, ну, человек 20 ко мне подошлось, подержать, чтобы дальше, я расслушиваю, гадалка, что ли, ну, вот как ты думаешь, ну, вот что будет, ну, как делать, ну, вот, такое, света нет, а что будет, если вообще, репличество не будет, а что же мы будем, а что же никто не думал, вот так, так депутат, что думают простые люди, ну, так, ну, подождите, понабирали же вы депутатов, из детского сада, ну, давайте, серьезно, ну, давай, давайте, а давайте будем, ноунеймов, фотографов, ну, конечно, они подходят и спрашивают, а что же будет? Вот смотрите, все помнят этого фотографа, я даже скажу, кто это, все знают, что это фотограф, но не знают фамилии, это Сергей Штепа, хороший, кстати, парень, между прочим, не самый плохой депутат, с точки зрения нанесения вреда, здесь чемпионка у нас, я считаю, Марьяна без угла по нанесению вреда, в том числе имиджево, как для государства нашего и для, по дискредитации руководства военного нашего, да, ну, согласна сама? Ну, Штепа точно этого не делал, и поверьте мне, он, я не буду сказать, что он там гуру политически стал, он неизвестен, его только значит, даже фамилии не знают, но он достаточно адекватный парень оказался, поэтому не самый худший, поверьте, вот доктора, с медицинским дипломом, непонятно, как получившие, не проходившие психиатрические обследования, вот тут, конечно, вот мне скажите, пожалуйста, без угла, она доктор, врач, вот, даже, по-моему, какой-то там, с военным каким-то там уклоном, а кто-то пойдет на операцию к Марьяне, чтобы она вырезала аппендицит там, или когда сделала операцию, есть такие желающие среди наших зрителей, напишите в комментариях, ну, потому что она врач, понимаете, так что лучше, лучше уж пусть фотограф, он хоть преданий не делает никакого, здесь, кстати, уникальная ситуация, когда девятые созывы Верховной Рады надо раскладывать не с точки зрения полезности, а с точки зрения, кто-то он навредил, лучше не навредить, лучше вообще ничего не делать, знаете, меньше навредишь, но так же получается. Да, друзья, подпишитесь, пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, на канал, телеграм-канал Евгения Шевченко, ссылка будет в описании, там, ну, скажем так, оперативно, и аналитика, и ситуация в Раде, и комментарии, в общем, из первых уст, так сказать, можете получать информацию об украинской политике и вообще о тенденциях. У меня финальный вопрос, ну, вы же видите, да, мы вот как-то так, я попытался построить, хотя мог бы с самого начала построить наш разговор на безуглой и ее заявлениях, но я хотел бы... Не стоит. Да, но я хотел бы все-таки завершить, а это ведь действительно важный вопрос, ну, вот, можно там критиковать, можно ругать, можно там, возмущаться, можно хейтить ту же безуглую, можно хейтить кого-то другого. Пока хейтить стихонатом. Украин, украинцам, вот, нужен законопроект, чтобы условно через одно заявление на бумаге, в ускоренном, как бы по желанию, у украинца была возможность выйти из украинского гражданства. Махнуть это, плюнуть на это все и, собственно, выйти. И не быть гражданином Украины. Ведь об этом же скандал этот с безуглой. Я понимаю, о чем вы говорите. Это о том, что безугла сказала, что они должны сложить паспорта, а кто-то ей там ответил, какой-то парень за границей, что сделайте законопроект и упростите нам нашу долю, мы готовы сложить паспорта и уйти, да? Вот скажите, пожалуйста, а это не разрушительное, это не антигосударственное заявление страны Марьяны? Когда человек только заявляет. Я вообще не представляю, чтобы было в Конгрессе США, если бы кто-то из конгрессменов сказал, вот пусть американцы, которые там где-то в Европе слажут паспорта, что-то, ну, чтобы с ним было. Ну, я не знаю. А у нас все это, все воспринимают как что-то, нечто, что есть вот какой-то огромный такой злой динозавр, сидящий где-то там вот в большом кабинете на Банковой, и вот он защищает это зло, и все боятся. Попробуйте только мое зло троньте, она моя злая собака, и никто не может с ней ничего сделать. Ведь, если я позволяю ей так галкать на уважаемых людей, на военных, на генералов, то представляете, что будет с вами, если вы там рот на нее откроете. Я тут на этой сумасшедшей хочу остановить, закончить, а вот парню я там, который написал, я отвечу так, не стоит за сумасшедших людей в полиции, которые здесь временно, это миг, они на себя пришли, эти сумасшедшие скоро уйдут, их не будет, их точно снесет Трамп. Вот я вам уверяю, в чем заслуга Трампа будет, не в том, что он усадит за стол переговоров в российскую сторону и в нашу сторону, и заставит нас найти какой-то политический выход, для того, чтобы не стала третья мировая война, потому что все понимают, что третья мировая война неизбежно придет к ядерному как будто, а это конец цивилизации, но никто не будет за безулой заканчивать цивилизацию, ну точно нет, в Америке умные люди сидят так же, и здесь умные люди. Этот проект просто, в котором я тоже получался слова народа, он оказался очень плачевным для нас всех, хотя я когда-то говорил, что Владимир Зеленскому спасибо за то, что он привел людей новых в политику, в том числе и меня, ну как оказалось, количество и качество несоизмеримое. Я не считаю, что я там супер-гений какой-то, или там гуру, нет. Каждый, знаете, должен показать себя как политик, проявить, когда у него будет на это полномочия и возможность. У меня нет, я в оппозиции, мой один голос, он ничего не решает, я могу только там тявкать, тявкать, что писателем канале, свое недовольствие эффекта не вызывает, но если есть люди, которые со мной согласны, если они смотрят на вещи через призму программатики, они сумасшествуют, то давайте обвиняться, как-то друг друга видеть, помнить и знать, что скоро все равно будут выборы, ну я имею в виду не завтра, но они будут все равно, они неизбежно придут. И не стоит вот этому парню из сумасшедших бросать страну, бросаться паспортами, разрушать все, гореть заборы хата. Это не их страна, это наша страна с вами. Этой власти скоро не будет. Вот и все. И больше никакие выборы не выиграют. Никогда. Это уже очевидно всем. Можете назвать меня ипсо как угодно, но я народ чувствую. Я такой народный депутат. Простой. Я не считаю себя каким-то высокомерным, летаю в облаках. Я общаюсь с всеми людьми, с простыми, кто меня знает прекрасно. С депутатами стараюсь, с адекватными со всеми общаюсь. Я считаю, что сейчас, наверное, самая большая заслуга в политике, не заслуга, привилегия даже, это остаться человечным, не сойти с ума в этом дурдоме. И чтобы нервы не подвели, потому что постоянное напряжение, война, она отлаживает все-таки свое. Мы все поменялись немножко. Все. Но нужно оставаться все равно человеком. Человеком разумным, прагматичным. И смотреть на вещи не через призму, а эмоции. Эмоции нужно, чтобы все позитивные. Поэтому я ее назвал и поставил в первую очередь это любовь. Как Библия аваритмом. Любовь к ближнему. Возьми к ближнему. Ближнее свое, как самого себя. Это же есть спасение. Библия для чего была написана? Чтобы человечество себя спасло. Я только сейчас, когда уже стал в политике и понял саму суть Библии, библейских заповедей. Потому что око за око, которое сейчас продуцируется в обществе, никогда не простим. Это утопия нас самих. Вы не простите себя. Это обречение на погибель. Так нельзя. Отличное завершение нашего сегодняшнего разговора. Евгений Шевченко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. До свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok